вторая часть украшения узелки я пользовалась кремовым бисером и голубым номер десять бисер номер десять и понадобится нитка можно с тонкой делать и ниточку потолще взять лучше мне больше нравится когда ниточка потолще и удобнее работать у нас тут однотонные колечки есть если делаем синий значит набираем три синих бисеринки если делаем кремовые 3 кремовых если набираем вот такой вариант синий и 1 кремовая то набираем самого начала 2 синих и одну кремовую если делаем этот вариант если делаем этот вариант то набираем 2 кремовых и одну синюю тогда вот такой вариант получится я вам покажу на кремовых бисеринках потом покажу добавлю синие берем одну бисеринку и и и делаем стопорную шу потом удобнее было постягивать и она будет у нас тоже рабочая оставляем ниточку чтобы придерживать это важно делаем проходим еще через нее вот у нас она бисеринка есть и набираем еще две бисеринки и и проходим через эту бисеринку вот у нас получилось три бисеринки берем бисеринку и проходим через бисеринку рядом и придерживаем вот эту ниточку вот эту чтобы у нас работа не крутилась самом начале потом уже это будет все равно вот у нас уже 4 бисеринки берем следующую проходим рядом бисеринку у нас получилось 5 бисеринок мы будем работать у нас всегда будет 5 бисеринок теперь нам нужно два угла смотрите вот у меня нитка с иголочкой за эту я держу к за конечек нам сначала надо пройти через вот этот угол а потом через эту бисеринку проходим через первый уголочек я взяла бисеринку и прохожу через вот эту бисеринку можно пока сильно не затягивать беру бисеринку и прохожу через второй уголочек сверху вниз и разворачиваю дверь чтобы две бисеринки были у меня на пальчике и ниточка вот это с иголочкой вот было бы на моем пальчике вот вот эти две бисеринки можно немножко подтянуть уже только не отпускайте конечек за которые держим потому что бисеринок мало можно просто пойти в бок вот опять у нас получилось смотрите на пальчики у нас всегда должно быть две бисеринки и рядом ниточка тогда мы не запутаемся мы будем всегда делать одно движение вот эти две бисеринки внизу у нас три мы всегда будем проходить через вот эту бисеринку раз-два-три вот они даже боком идут в них даже не попасть идем параллельно пальчик вот игла и параллель параллельно вот смотрите вот через эту бисеринку если мы захотим через эти боковые пройти то нам надо вот так ставить иглу а это неправильно мы всегда будем проходить в параллельно пальчику в среднюю бисеринку вот я прошла и вытягиваю ниточку и и разворачиваю опять чтобы у меня на пальчики было бы две бисеринки разворачиваю это несколько рядов надо придерживать вот видите две бисеринки наверху и три внизу вот теперь можно подтянуть постарайтесь не выдергнуть из руки там несколько рядов только надо вот так придержать смотрите опять у меня две наверху и три бисеринки у меня внизу вот у меня третьем ее даже хорошо видно вот она проходим берем бисеринку и опять проходим через вот эту среднюю вытягиваем нитку подтягиваем главное в самом начале хорошо подтянуть если в начале вы не подтяните то у вас этот конечек когда вы будете сшивать он будет тонким он вытянется и будет тонким поэтому важно в самом начале хорошо подтянуть нитку опять ниточка и две бисеринки на пальце внизу у меня три бисеринки беру бисеринку и прохожу через среднюю и вот так кручу вот так начали вот так кручу просто кручу когда их малого бок можно уйти у меня так иногда даже получается вот опять на пальчик я ниточка и рядом должно быть две бисеринки вот они у меня две бисеринки две бисеринки и подтягиваю вот самое главное хорошо подтянуть две сверху три снизу берем бисеринку и проходим в среднюю из трех если вы не видите эту среднюю значит плохо подтянули эти двери бисеринки подтягивайте сильней подтянули и опять кручу еще вот эти две бисеринки которые вы только что набрала вот я подтянула 5 они наверху подтянула и три бисеринки внизу беру бисеринку и прохожу в среднюю это все плетение подтягиваю опять разворачиваю кручу вот две наверху три внизу и сейчас я добавлю цветную бисеринку сейчас я добавлю цветную бисеринку две наверху раз два раз два три вот так мы плетем и опять разворачиваем вот видите я кручу чтоб не всегда две бисеринки на внизу три если вы видите два и три вы уже не запутайтесь главное подтянуть в самом начале а потом уже как пойдет вот разворачиваем теперь я могу отпустить я уже вижу что у меня и жгутик идет теперь уже в бок не уйду теперь возьмем цветной я покажу как работать с цветной я взяла голубую также про проходим через среднюю из какой бисеринки вышла нитка ту бисеринку мы набираем у меня нитка вышла из кремовой я беру кремовую бисеринку вышла нитка из кремовой значит я кремовую беру нитка у меня вышла из голубой значит беру голубую бисеринку хожу в среднюю из трех нитка вышла из кремовой беру кремовую вышла из кремовой беру кремовую и прохожу в среднюю вот не среднем бисеринка сделайте сначала однотонной мне кажется на однотонной легче учиться хотя техника одинаковая видите две бисеринки и 3 внизу без нитка вышла у меня из голубой значит и беру голубую бисеринку хожу в среднюю движение одно и то же разворачиваем две бисеринки на палец ниточка справа вышла с кремовой взяла кремовая все и вот так плетем длину которую вы нужно и в первой части вам рассказывал вот и вот так и плетем я сделала заготовку теперь покажу как шить зубчики идут вот одни бисеринки как зубчики вверх идут другие ниже где которая ниточка выходит это считается как бы третья бисеринка вот у меня выходит ниточка вот она и вот она как бы такая вниз в углубление видите значит я под поворачиваю чтобы мне взять за ту бисеринку которая выше это прикладываем и уберу вот эту бисеринку которая выше чтобы она мне как бы вошла бы вовнутрь иду всегда в одну сторону от себя неважно за какую сторону беру вот взяла теперь вот она выпирает и вот она у меня я беру за нее с левого конца сначала я даже сильно не подтягиваю чтоб неудобно было успешно видел теперь надо взять за бисеринку справа конца справа конца у меня идет где ниточка она считается как бисеринка то значит мы ее тоже возьмем через одну берем те ниточки которые выпираем а где ниточка она считается 3 разворачиваем вот у меня она выпирает вот она сейчас покажу вот ее видно не видно вам вот она видите выпирает вот она главное идти от себя если бы в другую сторону вы сделаете узелок и она не подтянется смотрим следующее которое выпирает у нас 5 бисеринок поэтому получается как бы 2 рядом вот она у него бисеринку с одной стороны с другой стороны и теперь подтягиваем вот подтягиваем и смотрим если где-то осталось не за не зацепили ничего страшного смотрим подтягиваем и проходим еще раз если надо только тоже в шахматном порядке проходим с одной стороны берем от себя здесь уже сразу подтягиваем и один кончик нитки другой вот ведь все уравнивается и иду по кругу если все таки у вас получилось что вы видите у меня ровные концы если все таки у вас получилось что в начале плохо затянули то у вас одна сторона будет более тонкая то возьмите просто по рисунку пройдитесь и затяните рисунку опять я прохожу влево и сейчас я буду вот к этой ниточке и сделаю узелок вот и до бисеринка опять стянула проверяю как у меня тут и делаю узелок если что-то не получилось просто пройдитесь еще раз ниточкой и затяните делаем узелок и прячем концы и колечко у нас готово у меня ровная получилось но если у вас что-то не так ну конечно то нашить шить надо правильно конечно но все у вас концы оказались неровные и вот это о чем я говорю то просто проходите вот так по рисунку и затягивайте а следующий раз уже помните что с самого начала надо затянуть плетение очень простое очень простое плетение 2 и 3 среднюю проходим прячу ниточку мне нравится что очень быстро прибавляет и все обрезаю ниточку и колечко у нас готово теперь я покажу как пришить для замочек за петельку для замочка когда будете пришивать замочки можно не отрезать ниточку на той петельке на которой вы делаете сразу пришивать я беру две бисеринки то цвета которые колечко у меня и ну вот у меня такие замочки и колечко две бисеринки или если нету такого маленького колечка значит просто колечко одеваем просто колечко одеваем просто колечко но мне тут вот такими колесиками маленькими и две бисеринки опять вот такой набор я сделала подвожу колечко смотрю примерно где-то где-то на третьей бисеринке и пришиваю через бисеринку и прохожу несколько раз чтобы укрепить иду по рисунку иду по рисунку чтобы лишние ниточки видно не было ну на хорошо потянуть иду через две бисеринки прохожу через две бисеринки через две бисеринки через колечко и две бисеринки и прячу нитку и колечко с замочком готово осталось собрать украшение мне очень нравится это украшение особенно если она длинная теперь можно как говорится собирать делать размеры как вам нравится сделки я уже показывала как собирать до свидания и 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